Хочу вместе с вами, братья и сестры, сказать славу Господу, потому что наш Бог достоин хвалы всегда. Когда у нас все хорошо, когда у нас все плохо, когда у нас все спокойно и когда у нас масса беспокойств, Он достоин хвалы всегда, лишь только по одной причине, потому что Он есть Бог, и Он есть Бог всегда. Хвала Господу за это. Хотел сразу воспользоваться случаем, передать привет от нашей Московской Церкви, от наших братьев, также Василий Мирошин, епископ, просил всем большой привет передавать. Перед отъездом мы созванивались, он передавал вам приветствия. Хорошо, когда мы можем смотреть на Божьи слова, на Божьи обетования, как на то, что по-настоящему реально. Потому что оно и в самом деле по-настоящему реально. То, что видят наши очи, это еще надо поставить под большим вопросом. То, что слышат наши уши, тоже нужно еще проверить. Один из ранних отцов Церкви говорил, не верь своим глазам, потому что и они, бывает, обманывают. Но то, что говорит Господь, оно истинно и верно во все дни. Хвала Богу! Написано даже так, что небо и земля придут, но слова мои не придут. Я слышал однажды случай, как у одной сестры был неверующий муж, и он так сильно был возмущен тем, что она служит Богу, что однажды взял Евангелие, начал рвать его и кидать в печку. Отрывал листы и кидал, отрывал листы и кидал. А вот один лист отрывает, кидает, а он вылетает из топки. Он опять его кидает, он опять вылетает. Он снова его кидает, а он вылетает вновь. И он берет его и читает, небо и земля придут, но слова мои не придут. И он такой ужас нашел, что он просто как будто бы на месте остолбенел буквально. И так вот, Божьи слова, они на самом деле не придут. Все, что Бог сказал, все будет исполнено. И хорошо, когда мы на это по-настоящему смотрим, как на то, что есть в действительности. Слышал, как один молодой юноша имел отца, который был слеп. Он никогда не видел. А юноша учился в колледже и от колледжа играл в футбольной команде. Играл средненько, но тренер его очень любил за то, что тот был очень усердный. Его отец был верующий, ну и в определенном смысле он вложил веру в своего сына. И тот, в общем-то, держался и верил в то, чего держался и во что верил его отец. И получилось так, что в какой-то момент отец умер, отошел в вечность. И через, там может быть, месяц-другой у этой футбольной команды был очередной матч. Как я уже сказал, парень играл средненько, но в этот раз он попросился, попросил тренера, чтобы тот поставил его на одну из ведущих позиций. Тот посмотрел, оценил его и говорит, слушай, ну не стоит, не надо. Он говорит, ну я вас прошу, дайте мне шанс и вы увидите, я вас не подведу. Из-за его усердия тренер пошел ему навстречу, поставил его на такую ответственную позицию в игре. И, как ни странно, он на самом деле показал очень хорошие результаты. И тренер был настолько удивлен, что так случилось. И спросил потом у этого парня, что с тобой случилось, что с тобой произошло. Как ты мог играть настолько хорошо? А он говорит ему, вы знаете, вы же в курсе, что мой отец умер. Он говорит, ну да, я сожалею, я приношу тебе вновь свои соболезнования, но как это относится к игре? Он говорит, как это как относится? Сегодня он впервые в жизни увидит, как я играю. Насколько он верил, как в его сердце эта вера развивалась, но по крайней мере, он знал, что есть вечность, и он знал, что в вечности слепых нет. Так вот, хорошо, когда мы по-настоящему можем верить в Божьи слова. Я хотел бы обратиться к Священному Писанию и прочитать некоторые места. И вначале я хотел бы прочитать из книги Псалмов. Это будет 33-й Псалом. Я прочитаю с первого стиха, но особенно остановлюсь на четвертом. Прочитаю с первого по пятый, включительно. Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною и превознесем ими его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Как говорит предисловие к этому Псалму, это было нелегкое для Давида время. Это не было время, когда он уже был царем. Это не было время, когда он обучал левитов пению. Этот Псалом был написан тогда, когда он был в изгнании, когда он прятался от своего преследователя, когда, как он говорил, между мной и смертью всего лишь шаг. И вот он пошел в чужую страну, пошел к неприятелям своего народа. И находился в большом страхе так, что даже притворился безумным предовимелехом. Мы помним, что он пускал слюну по бороде. И к этому принудил его страх, который посетил его в тот момент. Порой мы, читая о библейских персонажах какие-то истории, можем поражаться их слабости, можем поражаться тому, что как же они не устояли в одном или в другом. Но если мы посмотрим на свою жизнь, мы увидим, мы подчас слабеем, мы подчас страшимся и подчас боимся и поступаем намного хуже, чем некоторые из них. И нам очень легко рассуждать о какой-либо ситуации, когда дело не касается нас. Нам очень легко дать кому-то совет, нам очень легко верить за кого-то, нам очень несложно объяснить, как в той или другой ситуации нужно поступить. Но когда доходит дело до нас, не всегда это бывает так же легко. И вот у Давида получилась такая ситуация, что он по-настоящему испугался. После долгих скитаний, после того, что он уже много раз пытался быть в Иудее и дожидаться, пока Саул все-таки к нему будет расположен, он пришел к выводу, что хватит ему играть здесь с судьбой, надо уходить подальше от своего неприятеля. И вот он уж уходит от Саула и идет к филистимлянам, но при этом он не знает, что его там ждет, и он также боится. И вот именно в это время написан этот псалом. И что интересно, псалом начинается со слов хвалы. И я уже говорил сегодня, очень часто мы можем видеть такую закономерность в псалмах Давида, особенно в псалмах «Плача», где он говорит Богу о своих нуждах, о своих проблемах, о своих переживаниях, о том, как ему плохо, о том, как ему тяжело, вплоть до того, что порой он говорит «Господи, почему ты оставил меня?» Хотя в других псалмах, говорит, всегда я видел пред собой Господа, ему надесную меня. И кажется, у Давида противоречие. То он говорит, что Господь всегда с ним, то он говорит, что Господь его оставил. Когда он говорит, что Господь всегда с ним, он исповедует свою веру. Когда он говорит, что Бог его оставил, он просто выражает Богу свои чувства Он рассказывает ему о том, что он сейчас ощущает Но так или иначе, даже те псалмы, которые считаются псалмами плача Даже те псалмы, которые описывают бедственное положение Давида Как правило, заканчиваются хвалой Можем вспомнить один из псалмов, где он говорит Воспрянь слава моя, воспрянь псалтири гусли И это, насколько я помню, даже не в одном псалме написано А в двух И один из них это 56 Если мы будем читать с 7 стиха, или же с 6, или же с 8 Мы увидим, что Давид просто Бога хвалит И вот он говорит, готово сердце мое, 8 стихом Боже, готово сердце мое, буду петь и славить Он говорит, воспрянь слава моя, воспрянь псалтири гусли И говорит, буду славить тебя, Господи, между народами Не тихонечко, шепотом где-то в углу Но между народами и воспевать тебя среди племен И кажется, видимо, Давида постигло хорошее время Но если мы почитаем выше, это время было ужасное Он говорит, я живу среди дышащих пламенем Среди сынов человеческих, у которых зубы копья и стрелы У которых язык острый меч И он Богу говорит, Боже, помилуй меня Но вот в этом есть особенность Давида и его псалмов Что когда у него есть нужда Он об этой нужде Богу рассказывает Но на этом он не ставит точку После он начинает Бога восхвалять Он начинает себе самому в молитве напоминать Что Бог уже неоднократно делал в его жизни Как он его спасал, как он ему помогал и как он его миловал И вот здесь он начинает этот псалом Когда все достаточно трудно, тяжело и неспокойно Со слов хвалы И он говорит, благословлю Господа во всякое время Он говорит, я всегда буду благословлять Божье имя Независимо от того, что происходит со мной Всегда Полагаю, что на иврите слово всегда означает всегда То есть тут нет другого какого-то смысла Всегда это значит всегда И дальше он говорит, хвала ему непрестанно в устах моих Он говорит, не будет того дня, когда я перестану хвалить Бога Этого не будет Но дальше он говорит интересную мысль, на которой я хотел бы остановиться Четвертый стих он говорит Величайте Господа со мною И превознесем имя его вместе Он призывает людей Призывает окружающих его Призывает слушающих его И полагаю, духом святым Бог призывает и нас Через пример и слова Давида Делать то, что здесь написано Он говорит, величайте Господа И превознесем его имя Что значит величайте? Если сказать по-другому Это делайте больше Так или нет? Величайте То есть делайте более великим Делайте его больше Делайте его могущественнее И дальше он говорит Превознесем имя его вместе Что значит превознесем? Это делайте его имя выше Как можно Сделать Бога больше Если больше его нет ничего? Как можно Сделать имя его выше Если выше его нет ничего? По сути он призывает к тому Что как будто бы невозможно Более величественного, чем Бог Нету Более сильного, чем Бог Нету Больше, чем Бога Нет никого Но тем не менее Давид говорит Величайте Господа Со мною Делайте его больше Вместе со мной Делайте его Могущественнее И дальше говорит Превознесем имя его Вместе Выше имени Господа Нет никакого имени Но тем не менее Он говорит Давайте сделаем имя его выше К чему он призывает Мои братья и сестры Он призывает к тому, чтобы мы это делали в своем сердце и в своих глазах Потому что нередко бывает так, что что-то становится больше, чем Он в наших глазах По сути, ничего нет больше, чем Бога Но уровень нашей веры определяет, что это слишком большая проблема Такая проблема, с которой как будто бы Бог не может справиться Вы знаете, порой я тружусь с молодежью и когда наступает время сессий Молодые люди знают, что у них повышается уровень молитвенной жизни, причем резко Они начинают молиться много, начинают молиться усердно И в этот момент можно подумать, что это одни из самых ведущих молитвенников в церкви Экзамены И вот, когда Бог отвечает на эти молитвы и дает успех в сдаче экзаменов Подчас молодежь делится друг с другом Ну и мне там иногда пишут сообщение Велик Бог, я сдала экзамен И на самом деле Велик Бог Слава Богу за то, что молодые люди сдают экзамены Особенно учитывая, как они весь год учатся На самом деле, тут только Божье величие По-другому не назовешь Я не могу сказать про всех, но я знаю, о чем я говорю Я сам учился Вот, и тоже мог сказать, уходя с экзамена, Велик Бог Вот, и я помню однажды я сдавал какой-то предмет И неверующий парень стоит перед входом в аудиторию и говорит мне Слышишь, ты вот это знаешь? Я говорю, нет Он говорит, а это На что ты рассчитываешь, на Бога что ли? Я говорю, да Он говорит, ну тебе повезло Ушел с пятеркой Вот, но я не призываю к тому, чтобы не учиться Делай, что можешь и будь, что будет Есть такая пословица И Бог благословляет тех, кто трудится Бог не благоволит к лентяям Но нужно делать то, что можешь А не то, что уже не можешь Потому что некоторые учатся до того, что уже невозможно Вот, учиться надо Так вот, к чему я это говорю К тому, что читаешь вот эти сообщения Радуешься вместе с молодежью Но при этом думаешь Ведь наш Бог Он может не только помочь сдать экзамен Наш Бог Он не только тот, кто помогает сдать экзамен Он есть и тот, кто исцеляет больных Он есть и тот, кто воскрешает мертвых Он есть и тот, кто поворачивает стихи и вспять Он есть тот, слово уст, которого повинуется все Хвала ему У меня сложилась одна ситуация в жизни Она сложилась в начале лета Я даже помню число, 6 июня И, в общем-то, она продолжается у меня до сих пор Мы сейчас в некотором процессе решения одного вопроса Мы живем в Москве в частном доме Так Бог устроил Это тоже Божье величие Для нас это было удивительно Когда мы продали квартиру И в Москве же купили дом Который таким образом увеличили площадь в три раза И еще у нас деньги остались И когда риэлтор, неверующая женщина Потом к ней обращались, чтобы она сделала такую же сделку Она говорит, я не могу, это было чудо Так вот, в этом доме мы живем И еще живет одна многодетная семья У них 10 детей У нас 9 И в цокольном этаже у нас есть помещение В котором мы сейчас проводим служение Мы с братьями решили, что мы начнем как бы филиал от нашей центральной церкви И по воскресеньям у нас там проходит служение Один раз в месяц мы ездим в центральную церковь Когда у нас хлебопреломление, мы это делаем совместно И на большие праздники ездим в центральную церковь А так проводим служение у себя По воскресеньям Мы начали молиться за то, чтобы Бог дал нам место больше Вот, потому что хоть там немаленькое помещение Но нам уже немножко тесновато И мы имели видение, что Бог нам что-то даст еще Долгое время мы молились И вот в один день Случилось так, что нас в буквальном смысле слова потрясло Дело в том, что под нами сейчас Ну, в нашем районе сейчас проводят новую ветку метро Вот, и под землей ведутся работы Они там делают туннель для метрополитена И так случилось, что туннель, который должен был проходить По краю нашего участка, прошелся под нашим домом Все бы ничего, но сначала От основной части дома отвалился Буквально отвалился тамбур Ну, не совсем он улетел куда-то Но двухсантиметровые трещины образовались Через которые можно наблюдать за тем, что происходит на улице Если вдруг захотеть Вот, а потом пошли трещины по всему дому Мои девочки вышли куда-то утром За хлебом, наверное, или куда-то еще И возвращаются, говорят, там трещины Ну, я пошел, посмотрел, думал Маленькие трещинки Вышел, оказалось, не маленькие Вот, и я стою и думаю Смотря на них, думаю Господи, какая мне интересна от этого польза Вопрос не в том, есть ли польза Польза есть Потому что так написано Любящим Бога, призванным по Его изволению Все содействует ко благу Это не вопрос, содействует это ко благу или нет Это утверждение Только у меня два вопроса стоят Какая именно польза? Когда нет? Обычно Бог не отвечает на это Он говорит, скоро Он говорит, гряду скоро Две тысячи лет скоро Вот Первый вопрос Какая именно польза? То есть, чего мне искать от этого? А вторая Каким путем до этой пользы добраться? Потому что во многих вопросах Бог, ну, как будто бы сотрудничает с нами Вы же обратили внимание Когда читали Писание Что практически все чудеса Которые Иисус творил в Новом Завете Практически все описанные чудеса Они имеют человеческое участие В каком смысле? В том смысле, что Иисус говорил Практически всегда людям что-то сделать Это не определяло их исцеление Исцеляло их Божья сила Но люди должны были сделать шаг веры Например, выйди на середину И притяни руку Говорит он тому, кто имеет сухую руку Он говорит, иди умойся в купальне с селам Или что? Что вообще восхитительно Парализованному говорит Знаешь что? Встань, возьми постель и иди домой То есть, понимаете У любого здравомыслящего человека Если бы он больше полагался на свой разум Был бы вопрос Какой смысл? Зачем пред всеми? Или же, если говорить о парализованном А как я это сделаю? Ну люди просто брали, слушались Иисуса и делали И когда они начинали делать Приходила Божья сила и совершала то Что они не могли совершать до этого никогда Но участие человека было нужно Я себе представляю Если бы я имел сухую руку Не знаю, конечно бы, что я сделал Но я просто наблюдая за своим мышлением И за мышлением многих святых сегодня Предполагаю, что некоторые бы сказали Какой смысл выходить на середину? Что Бог меня здесь не может исцелить? Может, но Бог ждет, чтобы ты сделал, что Он сказал Так вот Два вопроса у меня возникло Какая мне от этого польза? И как мне до нее добраться? Ну я потом понял, в общем-то, что Все это не просто так Если уж Тоннель, который должен был Не должен был проходить под моим домом Прошел под моим домом Это значит Бог так усмотрел И раз треснул мой дом Это значит Бог так усмотрел А раз Бог так усмотрел Так я, так как все-таки не чужой Ему Могу догадаться, почему Потому что не один год мы молимся Господи, расширь нас И дай нам места для служения побольше Он говорит, хорошо Я сделаю это И Он сейчас это делает Кстати говоря, если вы вспомните о нас в молитве Потому что Пред нашим правительством городским Мы просим, чтобы нам построили другой дом Недалеко И за счет этого хотим увеличить зал для служения Вот, так что если вы о нас вспомните Мы будем вам благодарны 20 отказов мы уже получили Вот, но Продолжаем стоять в вере И немножечко начинается движение в ту сторону В которую мы желаем Так вот В один день Ко мне пришли люди Которые Ну, представители компании Которые все эти работы вела Они не отказываются Что это их вина Они не отказываются Нам произвести Восстановительно-ремонтные работы От которых в принципе смысла нету Вот И вот Однажды Их представители пришли Для того, чтобы Обсудить Как действовать дальше Они прошли по всему дому Осмотрели все эти трещины И спросили Когда вы готовы Вы готовы к ремонту? А я говорю А в чем он будет заключаться? Мы вам не готовы сказать Я говорю Так как мы можем сказать Готовы мы или нет Если вы даже не готовы сказать Какой будет ремонт? Они нам Ну По Их Настрою Весь ремонт заключался В нескольких мешках цемента Вот И Процесс Должен был бы проходить Примерно так Пока они делают Одну комнату Мы живем в другой Я сказал Ну Я очень ценю Ваше предложение Вот Но Так не пойдет Но Так или иначе После разговора с ними Откровенно сказать Я расстроился Я расстроился Я думаю Вот Вот и приплыли Вот 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 и результат всего И я ходил расстроенный Но после Они были в первой половине дня После второй После обеда Пришли другие люди Это были представители Мосгосстройнадзора Это контролирующий орган Который контролирует этих людей И эти люди пришли И вели разговор Причем они пригласили тех И начали им указывать На все их недостатки И говорили А как вы собираетесь Это делать А как вы собираетесь Вот это делать Да вы что Ну Одним словом Они мое настроение повысили Они дали мне сразу Такое знаете Основание Они говорят Не соглашайтесь ни на что Сейчас будем проводить Расследование Будем проводить Анализ вообще того Что здесь возможно Что невозможно Я говорю Какой может быть результат Вплоть до переселения Я думаю Хорошо И я обрадовался Нет Ну Это нормально Там все Да Все таки Я значит Послушал одних И расстроился Послушал других И обрадовался А потом Походил Походил И подумал Кого я вообще Слушаю Кто влияет На мой настрой Одни люди пришли Одно сказали Я им верю И расстраиваюсь Другие люди пришли Другое сказали И я радуюсь Из-за того Что они мне сказали Но ни те Ни другие Не имеют власти Реальной Над этой ситуацией А Бог имеет И я думаю Господи Какое мне дело Что одни говорят Что другие говорят Не сильно-то меня Это волнует Мне важно Что ты скажешь В отношении Моей ситуации Мне важно Какое ты слово Изречешь В отношении Того Что у меня Здесь происходит И если ты скажешь Слово Никто не сможет Ему воспротивиться Любой человек Склонится Пред этим И не имея Никакого желания Сделает то Что ты скажешь Это так И Я подумал Думаю Господи Что ж я так Реагирую На все эти Внешние факторы Кому я верю Кому я прислушиваюсь Писание говорит Величайте Господа Со мной Не слова людей Которые в глазах Твоих могут быть велики Не обстоятельства Которые тебя могут окружать Господа величайте Про слово Господа В Новом Завете Написано так Он говорит Ты даже можешь Ко мне не приходить Иисус Просто скажи слово Мой слуга Будет исцелен Просто скажи слово Еще хотел Привести Один пример Из Писания Может быть даже два Мне это Очень нравится Вы помните Ситуацию Которая описана В нескольких Евангелиях С женщиной Язычницей Которая в одном Евангелии названа Хананиянкой В другой Серафиникиянкой Но суть остается В следующем 15 глава Евангелия от Матфея 22 стих и ниже 21 стих и ниже Выйдя оттуда Иисус удалился Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские И вот женщина Хананиянка Выйдя из тех мест Кричала ему Помилуй меня Господи Сын Давидов Дочь моя Жестоко Обеснуется Тогда Иисус Сказал ей В ответ О женщина Велика вера Твоя Да будет тебе По желанию Твоему Исцелилась Дочь ее В тот час Представьте себе Эту ситуацию Я не знаю Были ли у вас Когда-нибудь Такие случаи Когда вы подходили К человеку От которого Вы ожидали помощи Он просто-напросто Вас вот таким образом Отправлял У меня нет Сейчас желания С тобой разговаривать Просто представьте себе Если бы вам так ответили Я не хочу С тобой разговаривать Наверное Вы надолго бы обиделись И начали бы говорить Что в церкви Любви нет Или еще что-то В этом роде Вот А Иисус ей сказал Более жестко Он сначала молчал И игнорировал ее До того Что ученики Они устали От этого крика Который был За ними Шел за ними Какое-то время Отпусти ее Она кричит за нами Когда же она подошла И говорит Господи Помоги мне Ну наверное Что-то должно было Там повернуться У нее Он ей говорит Нехорошо взять хлеб У детей И бросить псам То есть Он говорит И женщина была Не глупая Она понимала Что О псах Это о них А о детях Это об Израиле И она в ответ Говорит Ну это так Но и псы Под столом Едят Крошки Которые падают Со стола господ Когда мы говорим Об этом месте Мы очень часто говорим О смирении Женщины О кротости Женщины И о многих Таких вопросах Которые наверное Имели место Здесь Но Иисус Отметил ее веру Иисус Отметил ее веру Другой пример Мы вернемся Сейчас еще К этому Другой пример Я хочу привести Из Евангелия От Луки Из 10 главы Я буду читать Семнадцатого стиха И наверное Наверное прочитаю Семнадцатого стиха Мы в изумлении Это разве Это разве какое-то Великое дело Для тебя Бесы Какие-то Я ж не прошу Чего-то большого Я ж не хлеба прошу Я понимаю Я язычница Я не за чем-то Серьезным пришла Я пришла лишь Только для того Чтобы ты каких-то Бесов Изгнал из моей дочери Ей так трудно А для тебя Бесы что Ничего Я ж понимаю Это всего лишь Крошка со стола Упадет Это не угощение Это не хлеб Это не что-то великое Для учеников Это был предел Даже бесы Она говорит Всего лишь бесы Что тебе Тебе-то ничего Иисус говорит Женщина Велика вера твоя Велика вера твоя Если ты называешь Это всего лишь Крошку уронить Так значит Ты видишь Бога Который может Намного больше Решить Чем ты даже Можешь себе Представить Или встретить Или помыслить Одно из мест Писаний Говорит нам В книге Пророка Иеремия Написано Есть ли что Невозможное Для Господа Вы помните Это Ответ Напрашивается Сам собой Для него Нет ничего Невозможного Слава Богу За это Для него Нет ничего Невозможного Но что интересно Есть еще Более сильное Высказывание Когда-то К Аврааму Пришли Три мужа И когда Стали говорить Вновь о его потомстве Его жена Сара Пожилая Но как Писание говорит Красивая женщина Она Рассмеялась И там Один из ангелов Сказал Есть ли что Трудное Для Господа Невозможный Это один уровень А трудный Это другой уровень Он говорит Бога Ничего не затруднит Если что-то Нужно будет сделать Ему нет Разницы Какая преграда Стоит на его пути Его Ничего Не затруднит В этом мире Во всей вселенной В материальном И духовном мире Нет ничего Что могло бы Затруднить Господа Вообще Ничего Абсолютно Ничего Он говорит Есть ли что Трудное для Господа Ты думаешь Что есть что-то С чем он Не сможет справиться Он равно Может помочь тебе Сдать экзамены И может равно Исцелить Неисцеляющуюся болезнь Он может равно Помочь тебе В мелочи В какой-то маленькой И воскресить мертвого Если в этом Есть его воля Он может делать это Одно из мест Писаний говорит нам Если враг Поднимется Как река Дуновение Господа Прогонит его Сказать это По-другому Если враг Поднимется Как река То есть это Непреодолимая Стихия Богу Достаточно Будет Дунуть Ему не нужно Вставать Ему не нужно Протягивать руку Ему не нужно Шевелить Даже перстом Ему достаточно Сделать Вот так И вопрос Решен Весь вопрос Решен То что Для тебя Было Непреодолимой Стихией Богу Даже смотреть В эту сторону Не надо Ему нужно Просто Послать Своё Дуновение Дуновение Господа Прогонит Его Так вот Вопрос Весь Сегодня Заключается В том Насколько Бог Велик В моих Глазах То что Он велик Сам по себе Это не вызывает Вопросов Но то что Он велик В моих Глазах Это определяет Мою жизнь Это определяет Уровень Моего общения С Ним Это определяет То что я могу От него Получить И это Определяет То что Он может В моей жизни И через Мою жизнь Делать Порой Знаете Мы Молимся Богу И приносим Ему Свои нужды И Исповедуем Свою немощь Исповедуем Своё бессилие И на этом Точку Ставим Но я уже Говорил Божьи люди Так не делали Они Рассказывали Богу О своих Проблемах Никому Другим Кстати Не рассказывали А Богу Рассказывали Потому что Богу Можно Рассказывать Всё Слава Ему Богу Можно Рассказывать Всё А вот Что Другим Рассказывать Надо Хорошо Думать Так вот После того Как они Все свои Проблемы Богу Перечисляли Они Начинали Я так Образно Выражусь Перекрывать Эти проблемы Божьим Величием Они Начинали Говорить Господь Велик Господь Свят Господь Могуществен Словом Его Сотворена Вселенная Давайте Мне Мои Гусли Я буду Его Воспевать Я Встану Рано Псалтирь Да Воспрянет Я буду Петь Не только Лишь В углу Но я Буду Петь Пред Всеми Народами Чтобы Все Слышали Как Велик Наш Бог И Это Будет Меня Утверждать Это Будет Давать Мне Силы Подняться Это Будет Давать Мне Возможность Идти Вперед Кстати Говоря Подчас Бог Допускает В нашу Жизнь Какие То Проблемы Какие То Трудности Специально Для Того Чтобы Ты Мог Увидеть Его Величие Ведь Это Необходимо Порой Для Нас Понимаете Мы Подчас Просим И молимся Богу Чтобы Бог Дал Нам Познать Себя Но Согласитесь Что Иметь Информацию О чем Это Одно Опознать Это Это Совершенно Другое Как знаете Кто-то говорил В отношении Детей Когда у нас Не было Ни одного Ребенка У нас Было Пять Методов Воспитания А когда У нас Появилось Пять Детей У нас Не осталось Ни одного Вот Нам Очень легко Говорить Однажды У нас В служении Приехал Один Дьякон И у него Дети Ну Немножко Шумно Себя Вели И Молодой Брат Сидит Рядом Со мной И говорит Чего они так Шумят Я говорю А что ты Предлагаешь Но они Не то чтобы Сильно Шумели Но такие Активные Дети Знаете Бывают же Такие Ну пусть Он скажет Им Чтоб они Сидели Они будут Сидеть Я говорю Ну Будут Свои Скажешь Посмотрим Как это Получится Вот Иногда Ты У некоторых Получается У некоторых Получается Очень хорошо У некоторых Сложнее Вот Но Сидит 19-летний Парень И говорит Как нужно Поступать С детьми О которых Он даже Никого не имеет Представления Может он и Правильные вещи Говорит Но согласитесь Даже Порой Сложно Слушать Таких Людей Когда они Авторитетно Заявляют О том С чем Рядом Даже не Стояли И вот В наших Устах И в наших Сердцах Некоторые Утверждения Начинают Иметь Вес И силу Тогда Когда мы Начинаем Через это Проходить Одно место Священного Писания Говорит Нам Интересную Вещь Это Второе Послание Коринфянам 4 глава 17-18 Здесь написано Ибо Кратковременное Легкое Страдание Наше Производит В безмерном При избытке Вечную Славу Когда мы Смотрим Ненавидимое Но на Невидимое Ибо Видимое Временно А невидимое Вечно Итак Писание Говорит Здесь Что Кратковременные Легкие Страдания Так он Называет Все Те Трудности Которые Мы Переживаем Здесь На земле Это Для нас Они Такие Глобальные И Масштабные Когда Мы Придем Вечность Мои Братья Сестры Мы Оглянемся Улыбнемся И скажем Господи Ведь Это Все Было Так Легко Мы Теперь Понимаем Насколько Все Было Просто Кстати Говоря Даже Когда Мы Еще Здесь На земле Оглядываемся На какие-то Трудности Свои И говорим А ведь Прошли И как будто Это бы Нормально Не так Страшно Как Те чувства Которые Были В процессе В процессе Особенно Еще Вперед Смотришь И думаешь Кончится Ли Это Когда Это Невыносимо А потом Проходишь Оглядываешься И говоришь Да В принципе Ничего Такого Страшного Я Нередко Встречал Особенно Сестер Матерей Жен Служителей Которым Знаете Так С почтением Относились Как К героиням Они говорят А мы что-то так и не поняли Что мы такого особенного сделали Ну Со стороны-то мы видим Что на самом деле Они сделали Что-то такое великое А они даже этого и не поняли Потому что они просто это Прошли Но я знаю Когда они это проходили Им по-настоящему было тяжело Так вот Когда мы в вечность придем Так вообще мы забудем О все И скажем Господи Это на самом деле Были очень легкие И кратковременные страдания Но они написано Производят В безмерном При избытке Вечную славу Но есть условия Когда мы смотрим Не на видимое Но на невидимое Когда мы величаем Бога Но не величаем Наши проблемы Порой мы начинаем Возвеличивать Наши проблемы И говорим Господи Моя нужда Настолько велика Моя проблема Настолько велика Я не знаю, кто может ее решить Подожди, даже перечисляя свои нужды Ты можешь величать Господа Ты можешь говорить, моя нужда большая Моя проблема велика, моя проблема очень сильная Но потому я к тебе прихожу и говорю тебе о ней Что ты есть Бог, который можешь ее разрешить Хвала тебе Но что еще интересно в этом месте Писания Слова, которые здесь в 17 стихе приведены нам Кратковременные легкие страдания наши Производят в безмерном преизбытке вечную славу Если их перевести более точно То они будут звучать так Ибо быстро проходящая легкость нашего страдания Производит для нас вне всякой меры Вечную весомость или тяжесть славы Вы помните место, где было сказано Ты взвешен на весах и найден очень легким Я помню в 14 лет я, знаете, иногда открывал Библию и смотрел Что-нибудь, думаю, там найду, прочитаю Открыл Библию и как увидел это на ночь глядя, думаю, Боже Но что здесь происходит, когда мы проходим трудности И когда мы проходим страдания То Писание говорит нам и учит нас Что посредством этого мы становимся тяжелее И когда в вечности мы будем взвешены на весах То мы будем иметь тяжесть славы Вдумайтесь в это Наши легкие страдания Производят вне всякой меры в нас Тяжесть или весомость славы То есть, когда ты будешь проходить Я образно говорю, Божий контроль И он скажет Встань на мои весы Он скажет Он что-то весит Он по-настоящему что-то весит Кстати говоря, весомых людей трудно унести ветром Вот И весомые люди на самом деле представляют Ну вот в этом смысле слова С собой ценность И Бог говорит Этот человек достоин великой славы Потому что то, с чем он пришел Это на самом деле весомо Он не найден легким Он найден тяжелым Он найден весомым Почему? Потому что он смог пройти Эту трудность Эти страдания И посредством этого Увидеть мою славу Мое величие И явить ее окружающим То есть Когда мы проходим трудности Бог нам открывается Опять же Приведу опять этот пример Одно дело Когда ты сдал экзамены Это один уровень Это тоже Божья слава Правда же? Но Когда кто-то вдруг заболел Неизлечимой болезнью Вряд ли его утешит Когда ты будешь говорить Знаешь Я молился Господу И Он помог мне сдать экзамены Он скажет Это понятно Это понятно Но когда Ты сам прошел через это Ты будешь знать Бога Как целителя И ты На самом Ну по-настоящему Будешь Твои уста Будут изрекать слова Которые будут иметь вес А кстати говоря Мы хотим видеть исцеление Но Для того чтобы пришло исцеление Кто-то должен заболеть Ну так или нет? Исцеление-то без болезни Не бывает Еще кстати говоря Написано Что побеждающий Наследует все А сейчас так много христиан Которые хотят быть победителями Но не хотят бороться Такого же тоже не бывает Слово побеждающий Означает Что ты боролся И все-таки победил Многие не хотят бороться Но хотят быть победителем Это странно Так вот Кроме этого Это еще может быть Великим свидетельством Для окружающих тебя людей Не только для верующих Но и для неверующих Вы помните Когда Иисус говорил Что вас поведут Предправителями И Вы будете там Давать отчет Ну то есть Там понятно Сказано О каких-то скорбях О каких-то гонениях О трудностях Которые будут За свою веру Испытывать христиане И там сказано Все же это будет вам Для свидетельства Порой Когда верующие люди Проходят трудности Я вас уверяю Неверующие наблюдают За ними Они смотрят Как он будет Теперь вести себя Как он будет Вести себя Маленький пример Может быть вы его слышали У одной Жены пастора Случилось так Что она родила Ребенка Кажется С синдромом Дауна И Когда Она еще была В роддоме В эту церковь Приехал Ну один старший служитель И вот этот пастор Отец этого ребенка Просто Попросил его Дать ему Хоть какой-то совет Чтобы он Хоть как-то Утешил свою жену Потому что То и было очень трудно Принять То что случилось Естественно И он говорит Дай мне какое-нибудь слово Я не знаю что Я сам растерян Я не знаю что Сказать моей жене И он привел то место Священного Писания Где Бог говорит Кто делает Слепым Или зрячим Глухим Или слышащим Ну я недословно говорю Не я ли Господь И Получилось так Что на самом деле Это слово сработало Муж сказал своей жене Это слово И говорит Дорогая Мы должны принять Этого ребенка Как от Господа И это слово Эту женщину укрепило И она Ну как-то Утешилась И нашла силы В Боге Принять это В этой больнице Была медсестра Которая Очень не любила Верующих людей Она считала Что все люди В трудные моменты Одинаковые Христиане Лишь только такие Вот прекрасные Когда они у себя В служениях находятся А так Трудность Если их постигает Все одинаковые И вот она Ждет Что же теперь Будет говорить Эта женщина Ей позвонила Этой женщине Мать По местному Телефону И эта медсестра Могла Прослушать Их разговор Она сняла трубку И начала Подслушивать О чем говорят Мать с дочерью И вот Жена пастора Разговаривает со своей матерью И та спрашивает Как ваши дела Что у вас случилось Она говорит Мама Бог благословил нас Ребенком У которого Синдром дауна Мы принимаем это От него И будем заботиться Об этом малыше Никаких истерик Никаких проклятий Ничего И эта медсестра Была настолько поражена Она чуть ли не Трясущимися руками Положила трубку И поняла Что эти люди Другие У этих людей По-настоящему Есть что-то Чего нет у нее Когда в конце концов Эту женщину Забрали из больницы С ребенком Когда прошло Там какое-то время Месяц или сколько В эту церковь Пришло порядка Семидесяти сотрудников Этой больницы Которым Эта медсестра Рассказала о том Что это за церковь И что это за верующие Порядка тридцати человек Из них покаялись И остались в этой церкви Подчас Бог Позволяет нам Проходить через трудности Чтобы не только Увеличить вес Нашей славы Но чтобы еще Явить себя этому миру Чтобы люди могли Увидеть Что есть те люди Которые по-настоящему Его любят И которые Несмотря на то Что в их жизни Происходит всякое Могут превознести Его имя И возвеличить его Могут сказать Все равно Наш Бог Больше чем Эта проблема Все равно Наш Бог Больше чем Наша трудность Все равно Наш Бог Больше чем Наши тупики Он из всего Нас выведет И даже если Нужно будет Через что-то пройти Он же и даст нам силы И поэтому И поэтому И поэтому я очень Пусть Бог Пусть Бог поможет нам В этом стоять В этом жить И в этом расти И пусть его имя Возвеличится в нашей жизни И пусть он будет В нашей жизни превознесен Аминь